МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, еще раз, уважаемые зрители. Хочу вас проинформировать о том, что в Приморском крае начал свое шествие по Приморскому краю конкурс «Семья года Приморского края». Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – это муниципальный этап. В каждом муниципальном округе, в муниципальном районе проходит свой этап этого конкурса. Победители этого конкурса отправляются на региональный конкурс, то есть на конкурс Приморского края. Победители Приморского края едут в Москву для участия во всероссийском конкурсе «Семья года». Мы сегодня подробно поговорим о нашем муниципальном этапе. Сегодня заседала комиссия рабочая. Мы призвали всех общественников, всех начальников территориальных управлений, руководителей органов администрации и рассказали о том, что стартует с 5 марта по 31 марта муниципальный этап конкурса. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Это многодетная семья, молодая семья, сельская семья, золотая семья и семья-хранительница традиций. Я хочу сразу задать вопрос наводящий. Золотая семья и семья-хранительница традиций – это уже более старшее поколение? Да, правильно. Значит, есть требования к каждой номинации. Например, в номинации «Многодетная семья» могут участвовать семьи, которые имеют пятеро и больше детей. Эти дети могут быть приемные или опекаемые. Главное условие этого участия – чтобы многодетная семья воспитывала своих детей в лучших традициях семейных, несла доброе, вечное и интересное, так сказать, вкладывала в детей, и чтобы дети и родители участвовали в общественной жизни города и края. Номинация «Молодая семья» – это участники могут быть не старше 35 лет, тоже имеющие одного или больше детей, тоже занимающиеся активно общественной деятельностью. Номинация «Сельская семья» принимает участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте и воспитании детей. В номинации «Золотая семья» принимает участие семьи, которые прожили совместно более 50 лет и тоже вырастили достойных детей, достойную смену себе, которые тоже подтверждят свое активное участие в жизни города или края. В номинации «Семья-хранительница традиций» принимает участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода и приверженность семейной профессии – это династии какие-то или семейная преемственность поколений. Мы участвуем ежегодно, наши семьи ежегодно участвуют в конкурсе в краевом. У нас есть очень хороший опыт по участию, но, к сожалению, мы не выиграли ни одной номинации. И мы призываем сегодня активных жителей города подать документы для участия в нашем муниципальном этапе конкурса. Для того, чтобы подать документы, необходимо позвонить по нашему рабочему телефону 43654 или отправить свою заявку по электронной почте. Какое количество документов надо собрать для участия? Самое главное, во-первых, это документы о том, что семья существует. Это заключение о регистрации брака, свидетельство о рождении детей, если это многодетная семья, и дальше характеристики на каждого члена семьи, чем он хорош, почему мы подаем именно эту семью для участия в конкурсе, то есть доказать, что эта семья достойная участница конкурса, приложить грамоты, дипломы об участии в каких-то городских или краевых соревнованиях, то есть доказать, что эта семья достойно несет свое звание, независимо от того, в какой номинации она участвует. Если, допустим, семья, которая хранит традиции или золотая семья, кто должен писать эти характеристики? Ну, это каждый член семьи должен сам описать себя, доказать нам, что он достоин, что он самый лучший. Только так, никто из соседей о них не напишет, они сами должны рассказать о себе, заявить о себе, и потом будет заседать комиссия, которая утверждена распоряжением администрации города Артема, и из всех участников будет выбирать достойных, которые потом будут представлять наш город уже в краевом конкурсе. У вас есть информация, как будет проходить краевой конкурс в дальнейшем? Краевой конкурс – это конкурс документов. То есть участие семьи не обязательно. Мы отправляем определенным образом, по требованию положения о конкурсе, определенным образом документы в край, и там комиссия краевая рассматривает эти все документы, и выносит свое решение о том, кто является победителем той или иной номинации. Награждение проходит всегда очень зрелищно, даже несмотря на пандемию, а может быть и благодаря ей. Это все происходит в прямом эфире. Даже те люди, которые участники, не победители, а просто участники конкурса, приглашаются на награждение. Каждой семье будет вручен диплом. И они в формате онлайн участвуют в награждении. То есть непосредственно победители краевого конкурса присутствуют на награждении именно в администрации Приморского края. Все это происходит очень торжественно, с песнями, с танцами. В этом принимает участие губернатор. Там непосредственно победители. А все участники на местах в администрации подключаются к онлайн-сети. И каждый участник имеет возможность поприветствовать всех в формате онлайн. Нужно ли предоставлять для участия в конкурсе какие-либо фотографии или видео? Обязательно. Обязательно. Презентация семьи должна быть. То есть не менее 20 фотографий, где рассказывается и доказывается, что эти участники конкурса активные жители, что они участвуют в общественной жизни, что они участвуют в соревнованиях. Или если они хранительники какие-то традиции, как они эти традиции хранят? Или может они их создают новые, чтобы потом какое-то поколение за ними поддерживало эти традиции? То есть это презентация. Если есть возможность снять видеоролик, это приветствуется, конечно. Видеоролик, все документы, как я уже говорила, дипломы, какие-то награждения, благодарственные письма, медали, если есть, например, золотая семья, или спортивные какие-то достижения, кубки. Все это нужно подтвердить, чтобы понять, что эта семья действительно достойна. Прием заявок осуществляется с 5 марта по 31 марта. Я призываю всех жителей Артемовского городского округа посмотреть вокруг себя, оценить себя и порекомендовать нам себя или своих соседей, своих близких, своих друзей поучаствовать в конкурсе. И мы все вместе потом будем болеть за наших конкурсантов на краевом конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова